Как дать права администратора человеку, с которым вы планируете работать? Во-первых, этот человек должен вступить к вам в сообщество и быть подписчиком вашего сообщества. Только в этом случае вы можете дать ему права. Далее мы идем в управление нашим сообществом. Находим раздел «Участники». Через поисковую строку находим человека, которому мы будем давать права. Возле каждого человека мы видим «Удалить из сообщества» и «Назначить руководителем». Нас интересует строка «Назначить руководителем». Нажимаем на нее. Здесь есть несколько пунктов, которые мы дадим человеку в зависимости от тех задач, которые он будет решать. Как правило, чтобы человек мог решить любые задачи, которые вы будете ставить перед ним в вашем сообществе, ему нужно дать права администратора. Если он будет заниматься только рекламой и больше ничем, ему можно в принципе дать права рекламодателя. Если же он вам будет что-то настраивать, публиковать и так далее делать, то все же рекомендуем всегда давать администратора, потому что человек может посмотреть, проанализировать, сделать какие-то выводы и помочь вам в работе. Нажимаем «Администратор» и нажимаем кнопочку «Назначить руководителем». Мы подтверждаем, что мы хотим назначить руководителем. Тут вы можете все прочитать. И человек получит уведомление о том, что он назначен руководителем нашей группы. После того, как вы поработали с человеком, его нужно разжаловать, то есть его нужно уволить, для того, чтобы он не смог навредить вам, потому что вы с ним уже не работаете. Для этого мы также заходим в управление, в участники, находим нашего человека. И мы видим, здесь мы можем редактировать, то есть изменить статус, если мы его понизили, или же мы нажимаем кнопочку «Разжаловать». Все, подтверждаем, что мы этого человека разжаловали. Больше он никаких действий в нашем сообществе делать не может. Он может быть просто обычным подписчиком нашего сообщества. Удачи и приятной работы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова